Пролетарии всех стран, соединяйтесь, мы с тобой одной крови, ты и я, имя Имперуна, приветствую вас, уважаемые зрители и слушатели нашего канала. Внеэкономическое принуждение при феодализме и вот при капитализме. Есть оно или нет? Некоторые камрады говорят, что при феодализме было внеэкономическое, естественно, оно, конечно, там было, а вот при капитализме, дескать, стало экономическое. И да, действительно, при капитализме так оно и есть. Но давайте с этим моментом чуть-чуть глубже, но коротко попробуем разобраться. То есть основной метод при феодализме внеэкономический, поскольку основной формой владения землей была феодальная собственность, контролируемая кем? Феодалом. А внеэкономическое принуждение заключалось, что крестьянин был вынужден работать на земле феодала под угрозой физического насилия или репрессий, по-разному называют. То есть первая характеристика это личная зависимость крестьянина от феодала. Ну там либо помещика еще тоже любят говорить. Личная зависимость от своего господина. Крепостное право также оно когда-то было. Выполняй барщину. То есть барщина это обязательные работы на земле феода, феодал. И платить натуральные либо там денежные оброки. Далее судебная власть феодала была полная. Он обладал полнейшей судебной властью над крестьянами. Позволял контролировать и наказывать их по своему усмотрению. Вот кстати так интересно. Много фильмов про феодальный режим выходит. Феодальный режим. Про феодализм. Там показываются, дескать, лихоразумный король все правильно порешает. Ну либо вон игра престола вышла, где каждый король идиотный и идиот. И ничего решить не могут. И даже его десницы, наместники и так далее тоже ничего особо решать не могут. Вот тупой еще тупее, грубо говоря, можно было бы игру престола назвать. Тупее еще тупее из королей и их прихлебателей. Отсутствие выбора. Христианин, он не мог отказаться работать на феодала или выбрать другого хозяина. Так как их перемещение, свобода выбора была строго ограниченным. Вот сейчас на Украине похожая система. Ну, мальчиков запретили там. Ладно. Внеэкономическое принуждение при капитализме. Ну вот. При капитализме, понятное дело, что основная форма принуждения экономическая. Почему-то, что рабочие юридически, они свободны, имеют право выбирать работодателя или менять место работы. Но это юридически. Однако, внеэкономическое принуждение оно также присутствует. Ну, особенно присутствовало в ранней эпохе капитализма и периоды, когда оно присутствует, внеэкономическое принуждение. Когда у нас идут кризисы и военные действия. А кризис капитализма 21 века, который начался с 2013 года, по сей день не разрешен. В 2019 году обострился кризис, в 2022 еще обострился кризис, и так обостряется и обостряется. Как это происходит? Монополии подчиняют себе полностью государственный аппарат. И государство начинает вмешиваться в законы. Устанавливают законы, ну не только законы, куда угодно оно может вмешаться. Законодательные ограничения на свободу трудящихся. Трудовые законы, налоги, законы о труде, которые не регулируют рынок труда, а не ограничивают очень сильно права и свободы трудящихся, свободы рабочих. У тебя в итоге остается такая система, что ты либо вынужден работать на дядю, либо сдохнуть под забором. То есть юридическая свобода у тебя становится чисто формальной. Дальше. Идет использование силовых структур. В случаях, например, там, забастовок, либо каких-то сопротивлений рабочих, государства, и частные силовые структуры, они используют для подавления забастовок, протестов и восстаний. Силовые структуры. То есть, и таким образом рабочему по голове дали, иди работай. Далее. Какое есть еще принуждение? Договорные войны. Рабочих становится слишком много. Дальше. Идет утилизация пролетариата. Принуждение. Баб заставляют рожать. Запрет абортов. Это принуждение. Это принуждение дубинкой. Какая тут экономика? Причем тут экономика? Это политическое давление сильнейшее. Пожалуйста. И третий такой самый яркий признак, на мой взгляд, несмотря на то, что вещи давляют над людьми, и сами люди становятся вещами, мы все превращаемся в вещи и служим вещам, это колониальная эксплуатация. Ну, современная колониальная эксплуатация, она называется неоколониальной эксплуатацией. Вспомним период раннего капитализма, когда страны капиталистически использовали внеэкономическое принуждение для принуждения колониальных народов к труду и поставке ресурсов. Сейчас то же самое. По демпинговым ценам сливаем уран, нефтяру сливаем через Казахстан. Ну, это я уже что-то другое говорю. Не-не-не, это я так прикалываюсь. Понимаете? То есть, смотрите, при феодализме неэкономическое принуждение – это основной инструмент. При капитализме внеэкономическое принуждение – это дополнительный инструмент. Но это дополнительный инструмент из-за того, что капитализм сам себя перерастает, превращается в империализм, все становится ради прибыли, ради похищения вашего свободного времени монополиями подвластно, у нас на первое место выскакивает внеэкономическое принуждение. Какое еще, к черту, экономическое принуждение? Тебе сказали, жри эту паскудную еду, потому что я ее произвожу, и я на этом держу свою власть. Вот и все. То есть разница по форме отлично, различна, но выполняют абсолютно, ну, ладно, выполняют схожую функцию поддержания господства, господствующего класса. Вот так. Вот в монополии 120 лет из пальца высасывают прибыля, там нету никаких прибылей настоящих, потому что как определить прибыль? По-честному, надо же по труду определить, а по труду хрен кто тебя определит по живому человеческому труду. Они определяют по мертвому. Они усовершенствуют свою технику, они кто? Капиталисты, магнаты, финансисты, глобалисты, все это одно и то же, все шайка-лейка одна. По мертвому труду усовершенствование происходит только ради того, чтобы с вас больше соков высасывать. И усовершенствование, они всякие, тормозятся патентами, скупкой технологий и так далее. Им уже с тебя надо поиметь в первую очередь, а прибыль из-за этого усовершенствования исчезает. Так вот, поэтому и тормозят технологический прогресс. Уже с начала 2000-х годов никакого технологического прогресса вообще нет. Ну, телефоны, да, вот телефоны стали смартфонами, но эта форма поменялась, но не суть самих этих телефонов. Даже эти суть телефонов, это телефоны сколько? В 19 веке были изобретены. Представляете, сутевых изменений телефонов нету по сути. Как была система и переноса информации, так и остается. А прикиньте, чтобы ваш телефон стал средством производства. Например, ваших благ, еду вам бы сделал, колечко для вашей супруги произвел, да, какой-то переносной 3D принтер. Вот, это уже сутевое изменение. Оно в сути поменялось. То есть, он вам бы стал полностью служить, но, хотя это тоже нет, не сутевое, не сутевое, это все-таки форма. Потому что, если 3D принтер у вас в руках, то зачем тебе вообще капитализм, который, 3D принтер, который тебе может все сделать? Нет, это понятное дело, это такое возможно, наверное, только при социализме, коммунизме, где-то там. Вот и все. Я просто так хотел очень коротко вам объяснить, что же такое внеэкономическое принуждение капитализма, потому что некоторые, камрады, это правильно вы все говорите, когда вы говорите, что принуждение экономическое, потому что товарное производство, ну, товарное производство, оно перерастается в итоге в капиталистическое производство, капиталистическое производство, оно перерастая самое себя, самое себя пожирает, что чисто происходит формально, И все, чисто одни формальности В итоге Яйценосцы сидят и там вам сверху По голове отбьют своими яйцами Рассказывая о том, какой капитализм Прекрасный, хотя никакого Несвободного рынка, несвободной конкуренции Уже по сути нету Да, на низах Она еще кое-какая есть, но наверху Там эта свободная конкуренция превращена Наверное Тотальную, обостренную Военную конкуренцию Мега монополий Ну я мега добавляю в приставку мега Просто это все те же монополии Те же тресты, синдикаты Просто они невероятно огромные стали На этом все, благодарю всех за внимание Сила в пролетарской правде